МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беглым нынче не позавидуешь, впрочем, и не хочется. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Мечтали о жизни в Евросоюзе, но видели ее исключительно через розовые очки. Реальность оказалась суровой и поделом. Проблем предостаточно. Жалобы на отсутствие доступа, квалифицированной медпомощи, на трудности с поиском хорошей работы, дорогое жилье и цены уже не удивляют. Нытье в социальных сетях по этому поводу стало делом привычным. Добавилась тоска и по родине. Да и приютившие страны уже не кажутся настолько приветливыми. В общем, изгои, да и только. Заявление в комиссию хотите по интернету передавайте, хотите в конверте просылайте. Мы рассмотрим любое ваше заявление. Это наша воля, добрая воля. Мы ее продемонстрировали. Пожалуйста, обращайтесь. Будем рассматривать ваше заявление. А ведь когда-то некоторым белорусам казалось, что та же демократическая Литва, Латвия, Польша встретят их с распростертыми объятиями, с радостью примут в единую европейскую семью. Но нет. Любая эмиграция – это всегда трагедия. В связи с этим представитель объединенного переходного кабинета по социальным вопросам Ольга Горбунова решила организовать информационно-консультационную службу «Одно окно», куда покинувшую родину направляют запросы на оказание якобы помощи юридического, медицинского, психологического и финансового характера. Как работает служба «Одно окно» в нашей стране мы прекрасно знаем. А вот как оно реагирует на чаяние людей там, с одним номером? Мы решили проверить и позвонить. Представились беглым жителям города на Березине и попросили оказать помощь в решении якобы существующих проблем. На том конце провода на вопрос, как можно продать квартиру и дачу в Беларуси, находясь в Польше, прозвучал четкий ответ. Вы знаете, вопросов много, потому что ситуация сложилась так, что мне нужны деньги, а там квартира и дача. Как я могу оформить, переоформить на кого-то ее? Есть прецеденты, такие хорошие прецеденты. Люди обращались в российское посольство, именно белорусы, и им делали доверенность. Вот такая доверенность, которая будет выдана в российском посольстве, вы ее... это союзное государство. Хороший совет. Обратитесь в посольство союзного государства. У меня сразу вопрос, или в посольство страны-агрессора, как они называют Россию в своих СМИ. И здесь чувствуется нестыковочка. Сегодня все прекрасно понимают, что дома оно, оказывается, было дешевле, доступнее, качественнее, ближе и лучше. При режиме у меня все было. Я понимаю, теперь так, вот здесь, я сейчас уже понимаю, при режиме у меня все было. А сейчас ничего, блин, нет. Ну, у меня просто эмоции уже сейчас переклинило, и я уже, понимаете... Я все понимаю, ну, вы, ну, как бы, я понимаю, что вы живой человек, и на любую, на любую информацию есть реакция. Нормальная реакция, ведь недаром говорят, когда имеешь, не бережешь, а теряешь, плачешь. А дальше еще интереснее. Помните у Владимира Маяковского? Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Считайте, завидуйте, я... Вторая засада. Паспорт гражданина Республики Беларусь. У многих там заканчивается срок его действия. Скажите, а что вот если паспорт заканчивается через два месяца, что делать? Смотрите, с паспортом тоже засада. Ключевое слово – засада. Ведь сегодня паспорт можно получить только в Республике Беларусь. Вот поэтому беглые и засуетились. А консультанты начали всячески запугивать нас, лишь бы не возвращались в страну. Наверное, у них установка такая. То есть я могу приехать сам туда? Вернуться? Тут сложно сказать. Вы же понимаете, что у правоохранителей очень много материалов, которые они просто физически еще не успели от работы. Так называемый кабинет беглых задумал даже реализовать проект под названием «Паспорт новой Беларуси». И во всеуслышание сообщил о проводимых консультациях с Еврокомиссией, странами ЕС и другими заинтересованными. Интересная идейка. Новая Беларусь. Это где ж такая страна и кто в ней живет? И как представить паспорт этой самой новой Беларуси? Глядишь, так может появиться и новая Украина, и новая Турция. Эмигрантов в Европе хватает. Вот тут-то у воспользовавшихся гуманитарными нормами и возникает заминка. Потому как паспорта новой Беларуси – это как волчий билет. Отдалясь от родины, неразумно рассчитывать на заграницу, которая безосновательно закрывает погранпереходы, вводит санкции и эмбарго, строит жестяные заборы, стреляет по мигрантам. Это сложный сейчас вопрос. Офис Светланы Тихановской заявлял о том, что, скорее всего, весной этого года вот можно приобрести первые экземпляры этого нового паспорта новой Беларуси. Пока точной информации нет. Видимо, процесс более сложный, потому что, чтобы этот паспорт признавали страны Евросоюза, нужно очень много работы. Тихановская пообещала даже добиться международного признания альтернативных документов. На конференции представитель Объединенного переходного кабинета по международным делам Валерий Ковалевский даже вручил первые такие паспорта. И что дальше? Это должна быть проведена соответствующая работа, чтобы это признавалось. Потому что это документ от организации, которая имеет непонятный статус. Все-таки просто быть оппозицией за рубежом, это не значит, что вы представляете государство. Как я уже говорил, с белорусским паспортом засада, а вот получить паспорт иностранца, оговорюсь, проездной документ, в Польше очень легко. Есть возможность получить паспорт иностранца. Это такой проездной документ. Вам нужно получить защиту международную. В Польше это делается очень быстро, особенно если у вас есть гуманитарная виза. Но и тут не все так просто. Паспорт иностранца предусматривает получение в обязательном порядке польского гражданства. Вот так сейчас происходит современное ополячивание белорусов. Каждый сам за себя уже, лично. Все правильно, я понял вас, дорогая. У вас там что-нибудь осталось? Да, у меня там осталась мама, могила отца. На протяжении 30 минут пустого разговора и большой порции лапши на уши подтвердила тот факт, что белорусы никому не нужны. Каждый решает свои вопросы сам. Смогут ли нам помочь связаться с офисом Светланы Тихановской? Очередное такое знакомое. Нет. Мы ведь никто и звать нас никак. К сожалению, мы не приемная Светлана Тихановской. И мы, как бы у нас нет связи. Да? Нет возможности. И у нас не стоит такая задача передавать запросы к кабинету. А где тогда Ольга Горбунова? В каких кабинетах она заседает? Одним словом, это не одно окно, а держи карман шире. Очередная попытка отмывания денег и создания видимости оказания помощи белорусам. Печально одно. Звонков становится с каждым днем все больше и больше. Ведь на чужбинушке везет единицам. Остальные же довольствуются тем, что есть. Грязный труд, тяжелый и монотонный. То, что обычно и предлагают нашим беглым. Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком. Если не можете сами. Если не можете сами. Ну, всякое бывает. Лицо надо сходить. Что-чего-то. Опыт есть. У литовцев и поляков. Пусть они вас на границу подкинут нам, как беглых, а мы вас заберем. А теперь нет сил ни моральных, ни волевых попроситься обратно или просто по-честному взвыть. Милый дедушка Константин Макарыч, забери меня. Христом Богом тебя молю. Пожалей ты меня, сироту несчастную. А то меня все колотят. И кушать страсть хочется. Пропащая моя жизнь хуже собаки всякой. Ванька Жуков, оказывается, посмышленнее-то многих наших беглых был. Вот оно как. Субтитры создавал DimaTorzok